Всякий раз, конечно, неприятно, когда великая держава надеется только на то, что какие-то далекие, заложные американцы сократят финансирование Украины. Привет. Знаете, что это такое? Это называется продолжение дискуссии, которую начал Евгений Пригожин. Но вы помните, что делать, если твой дедушка, ну в смысле президент Российской Федерации, законченный мудак. И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. Вполне возможно, что за эти слова Евгений Пригожин рано или поздно поплатится жизнью, если, конечно, его не возьмут в плен и не отвезут в Гаагу. Мы уже говорили о том, что для этих товарищей Гаага, Гаага, мама, не самый плохой вариант. Но, как вы заметили, Оля Скобеева тут объявила о том, что, ну что же это мы за великая держава, которая зависит непосредственно от решения Соединенных Штатов. Будут помогать Украине или не будут помогать Украине? Здесь есть две хороших новости для нас. А. Будут помогать Украине. И. Б. Россия невеликая держава. Согласны. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. И, как ни странно, сегодня Оля Скобеева, а это все-таки такой маркер, это генерал российской пропаганды, она очередной раз показала всем, что она никогда не была дурой. И уже от своего крестного отца, Йозефа Геббельса, не отхрещивается. И это хорошо. Ну, история пишет победитель, и защищает ее тоже победитель. Вот, поэтому как бы... То есть победим, нас всех назначат левитанами, проиграем, скажут, что Геббельс... Кто-то скажет, что это уже законченное действие, что фашизм, он действительно возродился в полном объеме, но только с использованием современных телекоммуникационных систем. Я имею в виду Российскую Федерацию, ну и, соответственно, Геббельсов сейчас... Вариантов их очень много. Это и Соловьев, и Оля Скобеева, и Женя Побов. Ну, в общем, мы их всех знаем. Тут дело же не в фамилии, а дело в функции, которые они выполняют. Так вот, Оля сейчас, она же действительно продолжает дискуссию, потому что она не дура. Эту программу она потом будет показывать в качестве своей защиты в суде. Она продолжает дискуссию, что делать, если твой дедушка законченный мудак. Потому что она задается вопросом, какой смысл этой войны. Ну, вот реально. Просто как, что для нас будет победа, на самом деле. Это самый важный вопрос, я предполагаю, в этом году. И что мы вообще предполагаем за победу. Мне бы очень хотелось, чтобы эти слова перевели на английский язык и отправили Илону Маску. И он, посмотрев на себя в зеркало, сказал бы, Илон, как тебе такое? Ну, это же просто капец-капец. Ну, точнее, полная кабзда. Полная кабзда в голове. Почему? Потому что уже погибли десятки тысяч человек. И россиян в том числе. И погибнут, очевидно, еще. И судя по тренду, как война переходит понемножечку на российскую территорию, то жертв будет больше и больше. Но они до сих пор задаются вопросом. А что для нас победа? Ну, в смысле, для российских свинка-собачка-триколор. Так вот, что интересное. Значит, это вчерашний вечерний эфир в исполнении Оли Скобеевой. Она задается вопросом. Что же для нас победа? Это чистая правда. Но вчера же в The New York Times вышел прекрасный текст. Колонка обладателя-пулитцера Томаса Фридмана. Который написал текст. Владимир Путин самый опасный дурак в мире. Так это же об этом. Ну, он там пишет, если совсем кратко, что у Путина в момент вторжения был только один план. Захватить Киев. А вот с захватом Киева что-то пошло не так. И вот теперь он находится в ситуации, когда не может победить, не может проиграть. И не может остановиться в ходе этой войны. Безумие. Действительно. Самый опасный дурак в мире. Ну и вот Оля его обслуживает. И понимает, что с Геббельсом ей по дороге. В принципе, это коллеги. Это чисто. И этот вопрос, на самом деле, нам самим надо задать прежде всего. Потому что, как бы, ну, у Зеленского задача заключается в том, что там саммит. Вот, как бы, он, соответственно, к нему пытается получить уже после всего этого процесса. Но пока для нас промежуточный вариант это освобождение хотя бы тех четырех областей, которые мы записали в свою Конституцию. Будет ли это победа? Большой вопрос. Я вам говорю, она не дура. Вы послушайте определение тех четырех областей, которые мы записали. Ну, не знаю, я, конечно, на заборах не писал. Но вполне возможно, что ценность вот этого заявления, ну, в смысле о том, что это теперь наша, это Россия, оно примерно, вот, если кто-то напишет, что «Ни одна сука из этой писательской среды не заступилась за своего коллегу» на заборе. «Особенно имею в виду, что изначально мы хотели отодвинуть границы НАТО. Вышло пока не так». Это потрясающая дискуссия между Олей и Димой. И, да, она утонула в этом потоке российского пропагандистского бреда. Но факт остается фактом. Мы хотели отодвинуть НАТО. И Оля сразу осеклась, потому что понимает, что пока Рейх еще силен, и нужно где-то работать, в пятерочку на кассу уйти не хочется. И я ее понимаю, потому что там может быть сквозняк, по крайней мере, возле нашего дома в Сокольниках, на кассе реально сквозило. Но, значит, отодвинуть НАТО, э-э-э, что произошло на практике? Отодвигатели НАТО. А, НАТО расширилась за счет Финляндии, и общая граница с Альянсом выросла вдвое. А потом еще Швеция, а потом еще Украина. Но самое главное, вот это вот НАТО у них воспалилось в голове, а Дима, просто разрушительный легенд. С учетом того, что Украина никогда не была членом НАТО, как бы ее отодвинуть границы, как бы военная операция Украины никак не отодвигает границы НАТО. Но вопрос в другом. Это что было? 10 секунд правды на российском телевидении? Но ведь именно таким образом было начато полномасштабное вторжение в Украину. И сейчас, кстати, после этого парада, у них же там в России интересные тенденции такие начинают проявляться. Потому что они недовольны. То есть, россияне реально очень недовольны. И знаете кем? Во-первых, они недовольны украинцами. Очень недовольны. Им не нравится. Они с грустными лицами ходят по городам и весям. И недовольны тем, что слишком много трупов везут и везут из Украины. Везут и везут. Обижаются на нас, что мы убиваем российских оккупантов. Это первая группа таких, знаете, возмущенных. А вторая группа возмущенных. Они говорят, блин, если у нас есть ядреная бомба, то почему мы ее никак не бросим в Киев, в Украину? Почему мы их всех не разбомбим? Потому что наших мальчиков там убивают. И что интересно, вот эти вот фанаты ядерной бомбы, они же почему-то уверовали, что они сами бессмертны. И соответственно, вот этот вот градус, мол, давайте используем ядерную бомбу, он будет расти в российском обществе. И как его они сделают вывод? Правильно, что Путин слаб и пора его менять. Ну, российское нацистское общество, оно живет вот по таким канонам. И Оля им управляет. Заключается в том, что пока что мы сами не знаем, вот конкретно сейчас, в мае 2023 года, что конкретно это за победа, как бы и какая она будет. Это все продолжение дискуссии, что делать, если твой дедушка законченный мудак. В данном случае это Владимир Путин. Ну, да, в процессе вот этой выработки модели, где же наша победа? А, нет, ответа на этот вопрос они не нашли. Но есть предположение, что будет в Москве на Красной площади 9 мая в скором времени. Мы проиграем, если. Даже если мы вот глобально не проиграем, но нас прогнут на какие-то переговоры, на какие-то уступки, еще что-то. Не будет никакого 9 мая. Гей-парад будет вместо этого 9 мая. Ответа, что же будет победой для России, мы так и не получили. Ну, вот про гей-парад говорят. По моему скромному мнению, некий парад людей на букву «П», он уже прошел неоднократно в Москве с 2014 года. И вот в этом слове парад на букву «П», значит, вторая буква «И», третья буква «Д», а дальше «Ры». И парад именно вот этой вот группы людей мы все видели, кто хотел. Но, да, к сексуальной ориентации это не имеет никакого отношения. Почему ситуация украинская, вам понятнее, чем наша. Потому что цели, которые... Они хотят то Мелитополь, то Крым, то и Крым, и Мелитополь. То границы 91-го года, очевидно, не получат ни 91-го года, ни Крым, ни Мелитополь. Оля с большим воодушевлением рассказывала о том, что свинка-собачка Триколор уже под Киевом. Ну, а потом российская военная группировка убралась, соответственно, из Киева. Ну, как убралась? Путем отстрела российских солдат и офицеров. Ну, да, мы беспощадны на своей земле. Далее была харьковская перегруппировка, еще немного, и они вышли из Херсонской области. Ну, да, пока правый берег, но, знаете, в этом же деле, как говорится, начать. Я прекрасно понимаю, что дальнейшее вытеснение российских оккупантов, это очень сложно. Но цели поставлены, оружие есть, и наступит момент, когда мы всех российских оккупантов убьем. Ну, да, об этом говорит и военное руководство, и, соответственно, политическое. Но вот в части целей у нас вообще все очень просто. Заметьте, Украина никогда и нигде ни намеком не соглашалась с тем, что мы можем согласиться с потерей украинских территорий. И да, наша программа максимума, она очень и очень проста. Выход на границы 1991 года, уничтожение незаконно пристроенного моста к нашему крымскому полуострову. Ну, а далее что? Далее обязательно грядка прямо на границе, где будут расти бурячки и огурчики. Ну, а за этой грядкой будут вкопаны артиллерийские установки, танки, фортификационные сооружения. Ну, в общем, все нужно для того, чтобы эту грядку защищать. Ну, и стрелять на поражение, если кто-то где-то услышит, мы один народ. Это бух! И все. Уже не брат. В рамках этой операции, соответственно, тот результат, который, естественно, прогнозируется, то есть, который у них, соответственно, воспринимается, это, естественно, взятие крупного населенного пункта. Поэтому, с этой точки зрения, отрезание сухопутной группировки. Если они ее отрежут, это будет для них победой. В принципе, с Димой можно согласиться. Единственное, что выигранное сражение, это еще не выигранная война. И цели, они определены. Да, россияне, чтобы нам как-то с вами снова начать жить в мире и согласии, мы вернемся на границу 1991 года. Да, пройдет сто лет, ну и потом клон Бузовой приедет на концерт. Мол, не все так однозначно. Ну, ее быстренько поправят здесь, в Киеве. Промежуточный. Вот. Вопрос заключается в том, что конкретно какая здесь... Если мы сейчас освободим Бахмута, это тоже будет промежуточное для нас? Мы долго освобождаем, вопрос в другом. Промежуточное же будет. Не было ли в этих словах, долго освобождаем Бахмут, дискредитации российской армии? Хотя, нет, это даже не дискредитация армии. Это вопрос частной военной компании Вагнера. И эти ребята договорились до того, что Оля готова снять с себя то, что на ней сейчас одето, одеть, соответственно, военную форму и отправиться в Бахмут, помогать Вагнерам. Ну, можете опять же в комментариях написать, каким образом Оля может помочь Вагнерам в Бахмуте. В принципе, я думаю, что это не бесполезный актив. Только не имею права никоим образом говорить не от имени ЧВК Вагнер, но знаю, что ребята смотрят, и всякий раз сердце крови у них там на войне, на фронте обливается, когда мы здесь в теплой студии говорим, что надо быстрее. Они, я полагаю, мысленно предлагают нам каждому, кто умеет быстрее взять автомат и быстрее освобождать. Пока мы не идем, наверное, не следует их ругать, особенно имея в виду потери. Видите, а про Министерство обороны Российской Федерации никто не вспоминает, где российская армия. Была мобилизованная, была кадровая. Вот сейчас комплектуют новую кадровую армию Российской Федерации из новых контрактников. Но Оля почему-то призывает не ругать Вагнеров. А все почему? Потому что в заявлениях Пригожина четко прослеживаются вот эти вот политические цели и политические амбиции. И Оля, как я вам сказал, она никогда не была дурой. Она в случае чего скажет, а мы вообще-то всегда были за частную военную кампанию. Мы всегда ценили людей, которые отстаивают с оружием в руках интересы этой частной военной кампании. Но вернемся к вопросу, а где же победа России? Правильно было сказано, какая для нас победа на самом деле. Вопрос был правильно задан, естественно. Это Бахмут, это Артемовск, это Часов Ярт. То есть дальше туда, есть какие-то задачи на этот вопрос стоят? Или просто это активная оборона бесконечная? Оборона Российской Федерации. То есть вечная война. Да. Очередной раз мы убедились, что мы воюем с людьми с отсутствием критического мышления. Извините, я так очень полавно. Вы можете себя в комментариях, как известно, не сдерживать. Но факт остается фактом. Вот такая вот она Российская Федерация. Я еще раз хочу всех предостеречь от вот этого шапкозакидательства. То есть и оружие у нас будет, и боеприпасы у нас будут, и будут деньги в стране, будут помогать Украине бороться с современным нацизмом. Но воевать придется нам, со всеми вытекающими для этого последствиями. Поэтому единственное у меня пожелание в этот прекрасный майский день, чтобы наши командиры бригад, и не только бригад, знали, что наши солдаты — это не только живая сила, что это сыновья, отцы и дети. Ну, в общем, все банально и просто. В любом случае, когда они дискутируют на тему, может быть, наш дедушка законченный мудак, это хорошо. Эти дискуссии нужно продолжать и намекать, и заявлять туда вот за поребрик наш посыл очень простой, что товарищи, а, сдавайтесь на территорию Украины, и, б, войну вы можете прекратить очень-очень быстро. Можете, кстати, даже остаться с Путиным, дождаться того момента, когда его придется перенести в мавзолей. Там, кстати, палаты двухместные. Да, там и Ленин лежит, а раньше возле него лежал Сталин. Я уже подсказываю, как все это дело обустроить. Так вот, место там есть для двоих. Пусть полежит какое-то время там. Я говорю о Владимире Путине. Потом все равно вы его сами вытянете за ноги и скажете, «Боже мой, как это было несправедливо, как это было страшно, что он военный преступник. Лучше бы мы его сдали в Гагу сразу». Ну, это уже будет отдельная история. И мы ее обязательно осветим на этом YouTube-канале. Подписывайтесь, лайки, репосты. Ну, а самое главное, что Украина была, есть и будет. До зустречи. Доọiwy встречи. Так же, с планеты,準備xis. Репостоним. До малинин.